Добрый день! Да, конечно же, об этом поговорим, об этом будет посвящена сегодня наша программа. ЕГЭ довольно-таки давно вошли в нашу жизнь, с каждым годом все время приходят какие-то изменения. Прошлый год вообще, наверное, для школьников, для сдающих экзаменов был такой довольно-таки шоковый, я бы даже назвал. Вот в этом году ЕГЭ, опять же, какие-то изменения претерпели, и вот сама система прохождения экзаменов. Ну да, в этом году тоже произошли изменения. Ну, хотелось бы сказать, что вчера у нас началась такая горячая пора для выпускников и для их родителей, соответственно, и для учителей. Вот это выпускные экзамены. Но выпускные экзамены, нужно сказать, что проходили мы все с вами, и вы сдавали выпускный экзамен. Поэтому ЕГЭ, хотя его и называют как такое стращающее слово, да, это не нужно об этом думать и говорить. То есть это для любого человека, это просто выпускной экзамен, который проходили каждый из нас. Только немножечко в другой форме. В этом году, вчера уже у нас прошел первый экзамен, это по географии, по литературе. Сдавали у нас, сдавало у нас 51 человек, 31 ребенок сдавали географию, 20 человек у нас сдавали литературу. Но прохождение в пункт проведения экзамена, оно не изменилось. Точно так же соблюдается прозрачность и честность сдачи ЕГЭ. Все дети, сейчас уже они настроены к тому, что необходимо им пройти, прежде чем попасть в пункт проведения экзамена. Это и рамка у металлоискателя. В этом году не допускается прохождение в пункт проведения экзамена с личными вещами, то есть с сумками, с рюкзаками и так далее. То есть зашел с ручкой и все? Да. В пункт проведения ребенок может зайти только с ручкой гелевой или капиллярной черного цвета. Это паспорт обязательно. И необходимые инструменты для каких-то экзаменов. То есть на разный предмет это могут быть разные наборы инструментов. Например, по математике только линейка, по географии это непрограммирован калькулятор, это линейка, это транспортир и так далее. В общем, также они могут с собой взять и питание, но берут они в основном шоколад и берут воду. Потому что все-таки, ну, пишут некоторые экзамены, они 3 часа 55 минут. Поэтому все-таки водичку они берут. То есть максимальное время, да, количество? 3 часа 55 минут? Максимальное время. Это каждый экзамен или нет? Нет, 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 не каждый экзамен. У нас существуют, значит, экзамены, которые 3 часа 55 минут. Это русский язык. Так, русский язык для девятых классов. Затем это математика профильная, ЕГЭ. Это физика 3 часа 55 минут. Общество знания. И литература. Литература и информатика 3 часа 55 минут. 4 часа находиться. Это тяжело. Почти 4 часа. Это очень тяжело. Но дети имеют возможность по правилам проведения ЕГЭ, они имеют возможность выйти в туалетную комнату, в которой сопровождают их организаторы. А если ребенок раньше, например, написал, то есть за 2 часа он справился, он имеет право подключить помещение? Да, да, да. Но, конечно, без возврата уже. Но все-таки, если вы проношу, то есть заходить так же, получается? То есть заходят, да. А также камеры, да? Все есть? Также все это настроено, работают камеры. В пунктах проведения экзамена у нас их 2 пункта. 9-я школа и 10-я школа работают видеокамеры, видеонаблюдения. То есть это где-то там за учениками, за экзаменами у нас наблюдают? Да, где-то за учениками, да, это наблюдают за вообще ходом проведения экзамена. Поэтому если какие-то есть, если ученик, например, начинает разговаривать, то в течение 15 минут нам уже звонят, и в какой аудитории, на каком месте мы сразу же определяем, если было какое-то нарушение. А за нарушение что грозит? Есть какая-то градация или сразу же? Да, за нарушение, если ребенок действительно нарушил правила проведения ЕГЭ, он удаляется с экзамена. Наказание только одно, то все, да? То есть это за шпаргалку, даже за разговор, да? Нет, за разговор мы можем сделать замечание, а вот если использовали телефон или шпаргалку, то... С телефоном, я так понимаю, пройти вообще туда невозможно? С телефоном невозможно пройти. С шпаргалками как-то можно умудриться. А если, допустим, ребенок был дисквалифицирован, когда ему дают право на реабилитацию? Если он был удален с экзамена, то он может сдать только через год. То есть на следующий год вместе с другими, да, я так понимаю? То есть это у нас был же в прошлом году такой случай, да? Да, девочка сдавала у нас в марте, нет, не в марте, а в апреле в досрочный этап. Ага, и как ты сдала? Да, сдала она экзамена, да. Но она сдавала стерлитамаки в независимом пункте проведения ЕГЭ. Ну, к этому, наверное, вернемся, да, еще про стерлитамак и так далее. Вот все-таки про новшества. Какие-то каждый год приходят новшества? В этом году были введены новшества. Во-первых, для того, чтобы получить допуск к ЕГЭ, нужно было написать в декабре 2014 года, нужно было написать итоговое сочинение изложения. Наши выпускники все справились, то есть все выпускники у нас имеют допуск, то есть они написали сочинение, получили за сочинение зачет, поэтому они все допущены уже к прохождению государственной итоговой аттестации. Также допускаются, если у ребенка нет никакой академической задолженности по учебным предметам учебного плана. Так, у нас к Мерталу все допущены? Все допущены, да. Все дети сдают экзамен. Так, замечательно. Вроде бы в каких-то сдаче экзаменов, да, вот по каким-то предметам есть, да, есть какие-то изменения? По предметам у нас есть тоже изменения. В этом году эти изменения коснулись математики, которая была разделена на две части, на два уровня. Это базовый уровень и профильный уровень, и коснулось иностранного языка. А там какие изменения? В иностранном. Для того, чтобы сдать иностранный язык, нужно и получить самый максимальный балл 100 баллов, нужно сдать две части. Первая – это письменная часть, и вторая – это устная часть. Сдаются они в разные дни, но также ребенок устную часть может по желанию. То есть, если он не захотел сдавать устную часть, он может ее не сдавать, но при этом он получит максимальный балл 80 баллов, потому что письменная часть оценивается в 80 баллов. Устная часть оценивается в 20 баллов. Поэтому вот максимальный балл, он... То есть, можешь не сдавать, но тогда у тебя будет оценка. Можешь не сдавать устную часть, но получишь только 80 баллов максимально. Так, а в математике какие? А в математике базовый уровень и профильный уровень разделены. И для того, чтобы получить аттестат, просто аттестат в 11 классе, необходимо сдать базовый уровень. Вот это является как обязательной частью. Но для того, чтобы поступить в ВУЗы, особенно на те направления, где требуется математика, там необходимо сдать экзамен на профильном уровне. Кроме того, на профильном уровне оценивается как баллы, а вот на базовом уровне у нас идет как оценка. 4, 3, 4, 5. Стандарты, а потом уже дальше добавляются баллы, получается. А зачем так сделали? Ну, я думаю, что, может быть, не всем нужно, например, сдавать. Вернее, при поступлении математика не всем нужна. Гуманитарные какие? Допустим, там поступает куда-то в гуманитарный институт на направление с гуманитарным уклоном. Поэтому там математика, она не включена в перечень вступительных испытаний. Поэтому можно сдать просто как на базовом уровне, получить свою оценку и уже получить аттестат. Многим детям, и сейчас также скажу, что и многим родителям именно в этот период года очень тяжело, нервозно, так скажем. Почему? Потому что их любимые чадо сдают экзамены, эти самые ЕГЭ. Конечно, очень, ну, некоторым детям и родителям, наверное, сложно справиться с нервотрепкой. И себе нервы, и друг другу нервы мотают, но от этого никуда не денешься, надо сдавать. Ну, на мой взгляд, нервы трепутся не только у тех, кто сдает экзамены, у родителей, но еще и у педагоги тоже, думаю, очень сильно по этому поводу переживают. У педагоги вообще переживают тоже. Конечно, у своих детей они тоже переживают. Знаешь, сколько надо вести детей на протяжении, там, по-моему, меняется, да, педагог с пятого класса по одиннадцатый, ведут, ведут. И потом разные ситуации бывают. Одного дисквалифицировали из-за того, что у него там шпаргалки нашли, и второй, например, просто ребенок не сдал. Ну, разволновался, наверное, тоже такое бывает. Вот, раз ребенок идет хорошо, учится, учится хорошо, чуть ли не на отлично, бацана. Ну, таких случаев, как бы, на нашей памяти такого не было, чтобы ребенок учился очень хорошо, потом раз и не сдал. Да, такого на нашей памяти не было. Поэтому, если ребенок, он обучается действительно хорошо, то все контрольно-измерительные материалы и задания в этих материалах, они составлены именно с учетом образовательной программы. То есть, все это он должен знать? Все это должен знать, да. Тем более, идет большая подготовка на протяжении десятого и одиннадцатого класса. Тренировки, насколько я знаю. Тренировки, это и консультации, которые проводят учителя. Поэтому здесь работа большая ведется. Но, а как справиться с психологической, с точки зрения... Нагрузкой с психологической. Да, с психологической нагрузкой, здесь работают психологи. И 18 мая мы собирали собрание с выпускниками, где еще раз проговаривали правила сдачи ЕГЭ и правила поведения в пунктах. И приглашали психолога с Центра Откровения, где она давала советы детям, как нужно справиться вот с этой стрессовой ситуацией. Потому что в любом случае для ребенка это все равно стресс. Да, причем немалый. Да, немалый стресс. И родителям тоже на собраниях родительских мы тоже говорим о том, как нужно справиться. И самое главное, нужно верить в ребенка, верить и говорить, что у него все получится и все будет хорошо. Ну, возвращаемся непосредственно уже к системе ЕГЭ, как это проходит. Вот довольно-таки интересная вещь, которую, может быть, в институте я встречался, это система апелляции. То есть, когда ученик экзаменуемый не согласен с результатами, в ЕГЭ это тоже предусмотрено? Да, конечно. Если ребенок получил, ну, скажем, если он сначала узнал свой результат, и он с этим результатом не согласен, то он может подать апелляцию. Апелляция подается в образовательную организацию, откуда он сдавал, то есть в школу. Затем формируется пакет документов, которые мы отправляем в центр РЦОИ. Сейчас этот центр называется Центром мониторинга, обработки информации и государственной итоговой аттестации. Этот центр, затем рассматривается апелляция в течение, то есть он может подать в течение двух рабочих дней, и рассматривается эта конфликтная комиссия в течение четырех рабочих дней. Но нужно сказать о том, что апелляция может быть только на часть С, как мы ее раньше называли, то есть это на ответы с развернутым, на развернутые ответы, где он должен прорешать, или это сочинение. Вот там апелляция. На часть А и Б, как мы раньше это говорили, на тестовую часть сейчас апелляция не рассматривается. Ну, там сложно апеллировать и галочки, которые ты поставил в квадратики. Которые проверяет компьютер. А здесь может быть, но апелляция может быть как и в положительную сторону, так и в отрицательную сторону. То есть баллы могут быть тоже понижены. Да, тоже понижены. Но также ребенок может и быть не согласен, например, с порядком проведения аттестации. То есть экзамена, если вдруг он на самом экзамене решил, что, может быть, к нему неправильно отнеслись руководители ПП или организаторы, тоже он может подать апелляцию именно по этой ситуации. Но только не выходя из пункта проведения ЕГЭ. Вот тогда в течение двух рабочих дней все это рассматривается. И ребенок может пересдать свой экзамен в резервный день. Резервный день есть такой даже? Да, существуют резервные дни. Вот именно только для таких случаев? Нет, это для тех, например, которые выбрали, ну, скажем, много экзаменов. И у них получается, что в один день идет, например, и физика, идет и история, допустим. Поэтому, конечно, ребенок два экзамена сразу в один день не сможет сдать. И он сдает физику, а историю он сдает, например, в резервный день. Ах, вот оно как. В принципе, это справедливо и логично. Но еще можно, да, по-моему, как-то в резервный день, если не сдал экзамен? В резервные дни, да, сдаются экзамены, если ребенок не закончил экзамен по уважительной причине. Например, ему стало плохо на самом экзамене, и по медицинским показаниям он был удален с экзамена. Поэтому он может сдать в резервный день. Также, например, он не явился на экзамен по уважительной причине. Что это может быть? Опять-таки, это болезнь, самая главная уважительная причина в настоящее время. Поэтому он тоже может сдать в резервный день. И также, если ребенок не сдал обязательный экзамен, вот в основной день. Поэтому, если он получил неудовлетворительный результат, он тоже сдает в резервный день. Основной – это математика? Основной – это математика базовая и русский язык. Вот, их тоже можно. Два. Но здесь, по-моему, не стоит, да, путать? Я не сдал, и когда тебя сошпаргал? Конечно, нет. Нет, нет, здесь еще и два совершенно разных случая. То есть, и отношение к тем людям, которые просто списывали, это совершенно другие, получается. Здесь тоже с этим разобрались. Вот интересно тоже, если мы говорим про пункты, да, где будет проходить ЕГЭ, то есть, в само здании 9-й и 10-й школы, если я не ошибаюсь, там вообще кто может находиться, кто не может находиться? В пункте проведения ЕГЭ могут находиться руководитель этого образовательного учреждения, то есть, директор школы, может находиться руководитель пункта проведения экзамена, может находиться медицинский работник, сотрудник полиции, может и могут находиться организаторы в аудитории и вне аудитории. Существуют организаторы. Кроме того, это члены Роспотребнадзора, ой, извиняюсь, Рособранадзора, Рособранадзора и член ГЭК, республиканский член ГЭК. Ну, в принципе, это какое-то определенное... То есть, это весомое количество людей-то получается. Да, вот вчера на экзамене у нас были представители Рособранадзора, их было двое. То есть, они находились в пункте проведения экзамена. Как было раньше проще-то, а? Вообще, очень было проще. Пришел, сдал экзамены столько народу. А все, больше никого нет. То есть, получается, полная, абсолютно пустая школа, да? И только вот там сколько классов по экзаменам? Ну, вы знаете, это в зависимости от того, сколько детей сдают. Вот вчера у нас было задействовано только 5 аудиторий. В основной экзамен, то есть по русскому языку, в 10-й школе будет задействовано 20 аудиторий, в 9-й школе 17 аудиторий. А есть какой-то лимит, да? Сколько детей должно быть присутствовать? Ну, это... В аудитории должно быть только 15 человек. Не более. Не более. Причем они как-то еще раз рассаживают? Да, рассадка идет. Она автоматизированная рассадка. То есть, это не мы здесь сажаем, как захотим ребенка, а это приходит нам уже рассадка с... С отдела образования, с министерства образования, получается. А сколько вообще выпускников в этом году у нас? Выпускников? Ну, у нас по базе, республиканской информационной базе, у нас зарегистрировано 469 детей, которые будут сдавать выпускные экзамены. Но здесь нужно еще сказать, что включены и дети, вернее, выпускники прошлых лет. То есть, те, которые не сдали, получается, и так далее, да? Ну, 469. Ну, в принципе, такое большое количество. Раньше была такая система, когда детей просто-напросто там, учеников вели к медалям. То есть, это была такая определенная цель, которая там помогает поступать, опять же-таки, в институты, в высшие учебные заведения, которые дают тебе большой, так сказать, бонус для того, чтобы ты пришел в институт, сказал, у меня серебряная медаль будет, хорошо, давайте. Или там золото еще лучше было. Так, а сейчас как с медалями? В этом учебном году медали, они тоже предусмотрены, но не разделяются медали на золотые и серебряные, как это было раньше. Существует просто медаль за особые успехи в учении. И ее получают дети, которые имеют итоговые оценки, все пятерки за два учебных года, то есть за 10 и за 11 класс. То есть, у них должны быть все пятерки итоговые. То есть, раньше, если серебряная была медаль, там еще четверки, две четверки можно было, да? Сейчас это все должны быть пятерки. И если этот ребенок набрал минимальное количество баллов. А что ребенок дает при поступлении? Вы знаете, вот сейчас мало где вообще говорят о медали. То есть, это, наверное, важно для самого ребенка. Для себя самого. Да, для самого себя. И прежде всего, конечно, для родителей. Потому что, ну, я считаю, что это гордость, что мой ребенок получил медаль. И при поступлении в ВУЗа, конечно, вот мало, ну, она мало учитывается. И хотя некоторые ВУЗы сейчас могут начислять определенное количество баллов вот за то, что, например, у тебя есть медаль. Но это только по решению самих учебных заведений, да? Да, да, да. Ну, раз уж о поступлении пошла речь, да, экзамены сдали, тут вот его не сглазить хорошо сдали, получили определенные баллы. Количество, да. Вот если договаривалась, сначала ты свой вопрос, потом я. Хорошо, я уже думал, так дальше потом, какова система поступления? Затем, вот вообще всем выпускникам я рекомендую смотреть календарь абитуриента 2015, где четко прописано, до какого периода они могут подавать заявление. Затем, когда у нас наступает такой вот мертвый период, то есть идет формирование вот этих списков. И затем, когда уже начинаются, издаваются приказы о зачислении. Вот ребенок может в этом году, как в принципе и в предыдущие годы, может подать заявление в пять вузов на три специальности, на три направления. То есть в каждом вузе может на три направления, да? Да, да. То есть 15 в принципе специальностей, скажем так. Поэтому дети выбирают несколько экзаменов, которые, например, не связаны, могут выбрать и физику, могут выбрать и историю. Поэтому они могут подать на те направления, где сдается и физика, на каких-то направлениях сдается история. И уже могут, например, поступить практически везде, то есть пройти по баллам могут везде, и поэтому здесь уже выбор будет за выпускником. Тут, наверное, ЕГЭ, когда сдаешь, выборочные предметы, то есть имеется в виду, выбираешь, они тоже вперед смотрят. Конечно, да. На каждом сайте вуза можно увидеть, какие перечень вступительных экзаменов, и отсюда уже выбрать. То есть получается так, своеобразно, если ты здесь сдал ЕГЭ, набрал там, например, максимальное количество баллов, примерно, да, и уже при поступлении там смотрят, сколько ты набрал, и там решают, тебе нужно сдавать эти экзамены или не нужно, или как по-моему проходит. Нет. Вот мы сдали, например, вот мы сдали русский математику, обязательные, да, экзамены, получили аттестат, и мы можем выбрать экзамены по выбору, то есть они называются экзамены по выбору. Мне, например, нужно поступить в медицинский вуз. Химия, да? Да, я запланировала поступать в медицинский вуз. Поэтому я сдаю, соответственно, химию, сдаю биологию, но в некоторых вузах, на некоторых специальностях есть, например, физика. Поэтому вот мне нужно будет сдать ещё и физику. Ну, химию, биологию, получается, уже тебе сдавать не надо. Зачем? Подожди, мы сейчас, не забегай вперёд, это мы сейчас ещё здесь, к Умертау, мы ещё здесь сдали. Мы пока ещё определяемся. Поэтому вот все выпускники, они, наверное, раньше родители уже посмотрели, какие экзамены им нужно сдавать, потому что до 1 марта мы можем сформировать вот ту базу, ту базу, информационную базу, по которой ребёнок будет сдавать экзамены. Если я сейчас захочу, например, посмотрела я, вдруг-таки увидела, что в этом вузе добавили физику, да, а я туда не планировала, то сейчас физику я не имею права сдать, потому что я не внесена вот в эту республиканскую информационную систему. Вообще вот в эту систему. А когда надо было определяться? До 1 марта. До 1 марта. До 1 марта наверняка можно было уже что-то выпускать. Да, конечно, это нужно посмотреть. То есть просто не своевременно было. Да, и я уже выбираю вот эти экзамены. Целенаправленно я готовлюсь по этим направлениям и подаю в вузы. Ну, например, у нас я могу подать в Башкирский мед. университет, затем в Оренбургский, могу, например, в Санкт-Петербург отправить, могу в Москву отправить свои документы. Все это отправляется можно электронной почтой, можно отправить заказным письмом. И затем я уже слежу за тем, поступили ли мои документы. И внесена ли я в тот список абитуриентов, которые поступают. И дальше уже слежу за тем, поступила я или нет. Насколько я знаю, там несколько этапов есть. То есть, допустим, я прошел в два института. То есть вы выбираете... Да, здесь вы уже сами выбираете, что вам по душе. Ну, тогда в другом институте место освободилось или нет? Да, тогда в том институте освобождается. То есть есть еще второй этап, где можно добраться или как? Ну, вы знаете, вот говорят о первой волне и о второй волне при поступлении. Но зачисление в основном, конечно, проходит, вот основное зачисление в первую волну. Вторая волна, она есть в каких-то вузах, но все равно шансов поступить в вторую волну намного меньше. Понятно. То есть все-таки самое главное – это здесь определиться, уже смотреть, куда потом поступить. Обязательно определиться нужно было уже давно для того, чтобы вообще выбрать экзамены для поступления. Ну, 15 направлений – это, в принципе, большие шансы, да? Да, это большие шансы. Поэтому очень много выпускников нашего города обучаются не только в Уфе, но и за пределами нашей республики. Это Москва и Санкт-Петербург, это Казань, Самара, Екатеринбург. Поэтому действительно вот с введением ЕГЭ у детей появилось больше шансов поступить вот в такие города. Ну, конечно, пока ты сдавал просто экзамены, в одном месте ты другие мог пропустить просто-напросто. Вот Лариса все пыталась ввести про дополнительные экзамены, про дополнительные какие-то испытания уже в вузах. Такие есть или нет? Ну, это определяет сами вузы, есть ли дополнительные испытания или нет. Ну, вот я точно знаю, что, например, на некоторые направления там существует дополнительное испытание. Ну, например, если это связано что-то с дизайном, поэтому там нужно сдавать какие-то творческие работы. Поэтому вот там они уже определяют сами тот перечень дополнительных испытаний. Ну, и насколько я знаю, как всегда было МГУ, еще какие-то такие вот высокие университеты, скажем так, у них всегда свои еще есть. Там тоже, да, они проводят вот этот независимый ЕГЭ, то есть уже на базе самих вузов. То есть туда поступить сложнее, получается? Ну, хотя, вы знаете, вот по своему опыту можно сказать, что дети вот там сдают лучше ЕГЭ, чем, например, баллы там бывают даже выше, чем, например, они сдали в школе. Ну, логично, время на подготовку больше уже есть опыт. Есть опыт, да, есть опыт. Поэтому, в общем-то, шансы, конечно, есть у всех для поступления. Слушайте, ну, 11 класс, как-то ЕГЭ мы поговорили, у нас также еще эти 9 классы есть. Да, там какого-то есть. Мы их тоже оставлять не будем. Да, 9 классы у нас тоже, выпускники 9 классов у нас тоже подлежат государственной итоговой аттестации, только в форме основного государственного экзамена. Мы называем его ОГЭ. Сдают у нас 9 классники на базе 1-й школы и 5-й школы. То есть в прошлом году вообще был такой переломный момент во дву государственной итоговой аттестации. Если до прошлого года 9 классники сдавали на базе своих учреждений, то с прошлого года они уже вышли в другие учреждения. То есть они сдают не на базе своих школ. Еще раз повторюсь, что у нас два таких пункта. Ну и для того, чтобы получить аттестат, выпускники тоже 9 классов сдают два обязательных. Это русский и математика. Вот завтра у нас как раз таки будет математика в 9 классах. Ну а затем по выбору они тоже могут выбрать. А система такая же, как в ЕГЭ, то есть такая же тестовая, да? Система такая же, да, тестовая система. Это такие же контрольно-измерительные материалы. То есть это аж так же все строго. Все так же строго. Единственное только, пункты проведения для 9 классников не снабжены видеонаблюдением. Там нет металлоискателей, там нет рамки металлодетов. Так где-то, знаете, слышала, я правда не помню где, но обещали, говорили, что и для 9 классов тоже. Ну вы знаете, возможно, возможно, когда-то это будет и для 9 классов. Ну просто это действительно и подготовка какая глобальная нужна быть, потому что это, допустим, у нас здесь две школы всего оборудовать под это дело. А если брать в размерах и в масштабах всей страны? Ох, слушай, одно радость, что все-таки... 9 классники у нас пока сдают. Это ЭТОГЭ очень нужен, потому что это хорошее своеобразное подспорье для того, чтобы в дальнейшем, ребенок уже знает, что он пойдет в 10-е и в 11-е, вторично он будет сдавать, то есть он уже будет сдавать ЕГЭ, он уже знает, что это такое. Да, вот в этом году у нас 716 выпускников 9 классов, из них вот 366 детей, они у нас, скажем, планируют продолжить образование уже в 10-м классе. Вот это стандартное, то есть такое примерно соотношение, кто уходит примерно так, да? Да, примерно одинаково. Вот у меня тоже интересно, вопрос такой возник, просто личный, к вам. Вот если бы сейчас в это время вам предложили вдруг сдавать экзамен по той системе, когда вы учились в школе, или же по ЕГЭ, что бы вы выбрали? Ну это очень такой вопрос. Я знаю, личный немного вопрос. Ну, наверное, я бы выбрала ЕГЭ. Серьезно? Да, потому что было бы у меня больше шансов, например, поступить в ВУЗ. Здесь есть V-образные плюсы, причем большие плюсы. Конечно, тогда было проще, но это, знаешь, тоже еще один консерватизм, от которого многие родители отказаться не могут, и они до сих пор не могут принять это ЕГЭ. Да, ну вот мы как бы проходили, у меня дочь два года назад задавала экзамены, поэтому все это прошли. Я думаю, что наши выпускники не первые, не последние. Я говорю, нужно только настраиваться и только нужно учиться. Учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал. Еще вопросы, если про ЕГЭ. Хотелось бы спросить, вот мы про девятиклассников, да, то есть одиннадцатиклассники. Но ЕГЭ сдают ведь еще и, кто там закончил среднестехнические? Да, выпускники прошлых лета, обучающиеся среднепрофессиональных образований. Вот они тоже могут сдать ЕГЭ. А как это? Так же в этот же день или как это все происходит? Нет, они сдают не в этот день. Они сдают, вернее, могут сдать и в этот же период, да. Могут сдать и досрочный период, который вот в определенный март-апрель. Это досрочный период. Они к нам приходят в управление образования, мы также их фиксируем в базу данных, и им назначается... Насколько я знаю, это уже не в кумертовании сдают, да, или в стерлитамагии? Ну вот те, кто, выпускники прошлых лет, если в досрочный период, то они сдают в стерлитамагии. Ну что, наши выпускники сдают экзамены ЕГЭ. Один экзамен уже был, то есть первый шаг сделай, и когда второй старт? 28-го дети сдают русский язык. Июнь месяц, то есть вот эти два основных, да, получается? И май. Ой, 28-го май, да. А 9-й класс у нас тоже они уже... 27-го завтра у нас тоже обязательный экзамен по математике. А до какого будет удача? До 26-го июня. Июня, да, а потом уже последний звонок. А потом уже все ровно. Или нет, или это уже резервный, получается? Это уже и резервный экзамен, и все пройдут вот уже до 26-го июня. Всем девятым, всем одиннадцатым, ни пуха, ни пера вам, ребята. Слышу в ответ, да, к черту. Родителям терпения и веры в своих детей только. Ну вот что бы вы посоветовали школьникам? Я понимаю то, что психологи говорили уже, да? Я бы посоветовала только удачи. И справиться вот с той ситуацией, в которой они вот находятся, стрессовой ситуацией, справиться. Это все написать и доказать, что они действительно учились в течение 11 лет. Я вот не психолог, но, наверное, один из самых главных, немаловажных факторов – это не сомневаться в себе. Вот когда только начинаешь сомневаться, все. Действительно, здесь теряешься, здесь уже и не только нервничать начинаешь, здесь уже и рассеянность, и невнимательность. Не сомневайтесь, все обязательно получится. Сосредоточиться, вот сейчас только сосредоточиться на ЕГЭ. Ну а 25 июня, да, мы всех будем ждать на нашем выпускном вечере. Ну, все-таки вот мне интересно, ваш, может быть, какой-то тоже личный опыт, вот что делать родителям, чтобы вот это все-таки действительно сложно там сейчас подготовиться. Ну не то, что подготовиться, а вот именно мотивировать, может быть, себя, да? То есть это же как вести родителям? Конечно, набраться терпения в этот период, ну, наверное, не загружать детей вот какой-то лишней информацией. То есть создать все комфортные условия, чтобы вот ребенок готовился, хорошо очень отдыхал, потому что отдых, он не… Немаловажный. Отдых – это тоже немаловажен, да, вот в этот период. Ну и, конечно же, с другой стороны, это контроль тоже должен быть. То есть все, ребенок на время экзаменов по дому ничего не делает, да, только сидит готовится, так что ли получается? Нет, это тоже своеобразный отдых. Отдых же, что значит самый лучший отдых? Это когда мы меняем сферы деятельности. Смену деятельности, да. Смену деятельности, да. То есть с мозговой на физическую. На физическую, например, да. Помой полы, пропылесоси, сходи за хлебом, я не знаю. Ну, чтобы сон был, вот полноценный сон обязательно, полноценное питание, полноценный сон. Ага, а ученикам что посоветуете? Ученикам, ученикам, вот собраться со всеми силами, они уже, конечно, очень много тех сил потратили, пока шли к этому моменту. Собраться со всеми силами, сосредоточиться, сконцентрироваться, и у них все получится. Ну что ж, это были советы от Марины Владимировны, вот именно от директора отдела образования города Кумертау. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию, рассказали, пояснили. Я думаю, может быть, кому-то, как говорится... Было интересно. Нет, было интересно, это точно, однозначно. Просто для тех, кто сдает экзамены, в принципе, повторением отечения, опять же-таки, что-то, может быть, вспомнить и так далее. Вам спасибо за то, что пришли к нам, за то, что нашли время. Это была программа Coffee Break. Я, Алексей Ширнин, прощаюсь с вами.